В коридорах главного технического вуза новоиспечённые курсанты ждут начала занятий. Школьники, воспитанники Суворовского и кадетских училищ приехали со всех уголков Беларуси, чтобы познакомиться с вузом и факультетом воочию. Когда приглашаешь человека со стороны, который планирует поступать, то желательно показать всё то, что есть на самом деле, чтобы он мог понять, что его ждёт здесь. Рассказать в коллективе, из чего состоит обучение на военно-техническом факультете, что он в себя включает, как живут курсанты, чем они занимаются. О том, что для курсантов БНТУ привычные тетради и конспекты всё чаще остаются в прошлом, гостям говорят с порога. Управлять подразделениями здесь учатся не только по картам и учебникам. Тактические тренажёры позволяют в виртуальной реальности разыгрывать боестолкновения здесь и сейчас. Тактический тренажёр предназначен для обучения курсантов, студентов, управлению мотострелковым взводом, мотострелковой ротой в ходе введения основных видов боя, будь то оборона, будь то наступление. К технику будущие инженеры изучают на реальных образцах. Инструкторы по вождению – старшекурсники. Они показывают, как уверенно справляться с бездорожьем, преодолевать водные преграды за рулём, штурвалом или рычагами боевой машины. У нас есть возможность попрестиковаться, как будто на настоящей машине поездить. Можем почувствовать это. Навыка вождения у меня не было. Вот, как бы сказать, первый раз сел за машину. В принципе, мне понравилось, хочется научиться, чтобы быть профессионалом своего дела. Стать курсантом на несколько дней, чтобы окончательно определиться с будущей специальностью. Преподаватели утверждают, именно такой подход наиболее эффективен при выборе профессии. Времени до централизованного тестирования немного. Готовиться нужно серьёзно. Конкурс в этом году обещают быть высоким. Светлана Смык, Александр Питкевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».